слава иисусу христу друзья я всех вас приветствую сегодняшний день прекрасный день который бог нам подарил для того чтобы прославить его посвятить ему вот этот день возрасти друзья и мы приближаясь к праздникам рождественским меня есть желание такое прочитать маленький текст мы сейчас будем молиться будем будем прославлять господа луки 2 глава 36 стих тут была также анна пророчица дочь фануилова от колена асирова достигшая глубокой старости прожившая с мужем от детства своего семь лет вдовасе лет восьмидесяти четырех которая не отходила от храма постом и молитвою служа богу день и ночь и она в то время подошедший славила господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в иерусалиме друзья ситуация немножко описывается храм люди собрались люди ждут избавления и эта женщина наполнилась духом святым потому что она видела что произошло в храме пришли принесли младенца иисуса христа и написано что эта пожилая женщина которая много лет служила богу она наполнилась духом святым и начала ходить и говорить ожидавшим избавления в иерусалиме наверное много людей окружало ее в то время мы возможно были печальные лица возможно устали от римской как бы империи от от трудности которые это вся ситуация создавала и вот это пожилая женщина была инструментом надежды для людей которые окружали ее друзья сегодняшно наше служение будет начинаться сейчас и хочется чтобы мы сейчас сфокусировались на 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 объекте нашей надежды это иисус христос который пришел который родился который является надеждой для каждой семьи который надежда для может возможно родители которые долгие годы молятся за своих детей возможно кто-то молится за своего мужа который не спасенный как может быть кто-то за жену молится за детей друзья мы молимся о церкви и хочется сказать слова надежды друзья пришел христос который есть ответом на все эти вопросы друзья давайте пусть найдем сегодня слова прославить господа восхвалить его кому-то что-то сказать хорошее сказать слова надежды если мы кого-то увидим кто-то с печальным лицом ободрить сегодня друг друга друзья давайте мы поднимемся будем прославлять господа будем настраивать наше сердце чтобы прославлять его восхвалять его за то что он с за то что он есть за то что он ведет и нас хранит да чистое сердце господь омолит греха мою плоть спать и но маня безусловrated я с это это я а и а а а а и а и и и и и и и и и а и и и и и и и И в твоем Господь я снова, Отчувствий, смотри, не надо мне другого. Прошу Тебя, коснись меня, При сус, смотри, в твоем Господь я снова, Отчувствий, смотри, не надо мне другого. Прошу Тебя, коснись меня. Ты будь же со мной, благодатью святой. Наполнись собою, покою живою. Колени с твою опять Тебя ощущаю. Как хорошо мне с Тобой, твой Бог, любимый, родной. Иисус, ты и Твоем, Господь, я снова. Хочу здесь быть, не надо мне другого. Прошу Тебя, коснись меня. Иисус, ты и Твоем, Господь, я снова. Хочу здесь быть, не надо мне другого. Прошу Тебя, коснись меня. Слава Иисусу Христу! Друзья, как это прекрасно, быть в присутствии нашего Господа Иисуса. И сегодня, когда мы приходим в этот воскресный день, перед Его лицом, в Дом Божий, когда мы собираемся, как Его церковь, мы знаем, Он среди нас. В Его слове написано, я люблю очень часто повторять эти слова. Дик двое, трое, там и Он среди нас. Нас сегодня намного больше. И Он среди нас, дорогие друзья. Давайте будем Его славить. Давайте будем преклоняться пред Ним, всем сердцем, всей душой. Войду во святое, святый, войду я через кровь Христа, войду в поклонение Тебе, войду я в славу Христа, войду во святое, святый, войду я через кровь Христа, войду в поклонение Тебе, войду я в славу Отца. Поклонюсь Тебе, о мой Господь, поклонюсь Тебе, о мой Господь, свято Твое имя, имя Господь, свято Твое имя, имя Господь, подняк, обман, пусть лето, войду во святое, увлажнение Тебе, святое, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Lord, I worship You I worship You For Your name is holy, holy Lord For Your name is holy, holy Lord Достоин Ты славы наш Бог И то прославление, которое будет там, оно будет совершенно, Господь, оно будет прекрасно. Аллилуйя, слава Тебе наш Бог, достойный Ты хвалы, достойный Ты поклонения, Ты великий Бог, Ты сильный, Ты могущественный Бог, Которому мы служим, Которому мы поклоняемся, Господь. Освяти, освети, очисти наши сердца, наш дух, Господь, сегодня, прости, Господь, нас, омой крови Твоей, Святой Иисус, чтобы мы сегодня пели Тебе славу, чтобы мы славили Тебя, Господь, чтобы мы слушали Слово Твое. Поклонялись Тебе в духе и в истине, ибо Ты достойный славы, Иисус. Забери все то, что неправильно, Господь, забери все то, что не чисто, Иисус, очисть, омой, Господь, и наполни сердце хвалой Тебе, Иисус. Благослови проповедь сегодня, благослови молитвы, Иисус, благослови пение, пусть все будет для Твоей славы, Господь, честь Тебе, слава Тебе, наш Господь, наш Спаситель. Аллилуйя. 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 Ведь Ты, Господь, наш Бог над всей землей, мы превозносим Твое имя выше всех. Ведь Ты, Господь, наш Бог над всей землей, мы превозносим Твое имя выше всех. Мы превозносим, 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 превозносим. О Господь, превозносим, 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 превозносим. О Господь, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Добавил ДimaTorzok 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 Я не знаю, кто это категория людей. Возможно, это церковь, которая на протяжении всей истории пыталась бороться со злом, пыталась выдергать все плевелы. Иногда это она делала насильственным образом. Не всегда это получалось. Но Библия в этом призывает нас не направить свои силы на то, чтобы бороться со злом, на плевелы. Она говорит, чтобы нам направить свои силы, чтобы принести плод. Это должна быть вся наша энергия, вся наша стремление того, чтобы не то, как с плевелами бороться, а как принести плод для нашего Господина. И Христос, когда объясняет эту притчу, он говорит, что доброе семя – это сыны царства, царствия. Мы с вами доброе семя. И Иакова, есть такое интересное местописание. Первая глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Святого, у которого нет изменения, ни тен, ни перемены». Друзья, мы стали добрыми семьями не по своему желанию. Не потому, что в один день мы проснулись и захотели стать добрыми семьями Царства Небесного. Мы стали добрыми семьями, потому что Иисус Христос пришел в Ясля. Потому что Он сам захотел и пошел добровольно на Гловский Хрест. Мы стали добрыми семьями, потому что Он этого захотел. Потому что Он уплатил большую цену за нашу жизнь. И поэтому, как стоит часто нам, среди жизни, возвращаться к тому, кто есть источник всех благ. Он – источник всего доброго. Он – источник всего того, что мы имеем. Иакова говорит, что от Него исходит все доброе и благое. А когда Иисус ходил по земле, Он исцелил 10 прокаженных. И эти люди, я верю, что они по дороге получили исцеление. И 9 с них они поспешили в свои города. Я больше чем уверен, что они двигались с хорошими намерениями. Я думаю, что люди, которые их вот так плотно и подоили к смерти, они переосмыслили свою жизнь. Они не бежали на развлечения. Они, может, кто-то хотел помочь своим родным. Кто-то, может, у кого-то были родители старенькие, и он спешил помочь им. Он молодой. У кого-то, может, дети были без присмотра. Кто-то, может, хотел совершить быстрее все ритуальные такие обряд и стать нормальным членом общества. Я думаю, что у них были благие намерения. Но один – он возвращается к источнику всех благ. Он возвращается к тому, кто дает все блага. Он понял, что все блага приходят Иисуса Христа. Он поклоняется. Он благодарит Ему. И в словах Христа слышится такая какая-то горечь. А где же 9? Не 9 ли очистили вас? Они ушли. Они заняты своими делами. А у них свои спешки. Друзья, мы напоем такую хорошую песню нашей церкви, псалом такой. Все награды и венцы я ложу перед тобой. Всю хвалу я отдаю тебе. Друзья, как часто в жизни нашей, вот когда мы получаем какие-то комплименты, когда мы получаем теплые слова, мы приходим, склоняем свои колени и говорим, «Господь, это тебе». Это потому, что ты – источник всего доброго. Ты – источник всех благ. То, что я услышал в свой адрес, это благодаря тебе и для тебя. Мы когда читаем Откровение, там 2-4 старца. Это особые люди, которые заслужили венцы, но они когда поклоняются, они снимают свои венцы и ложат при тем, кто его достоин. Они понимают, что он достоин всей хвалы. Если бы не его жертва, если бы не его головский крест, если бы не его воскресенье, ни их, ни венцов не было бы. То же самое в нашей жизни. Мы добрые семьи, потому что он сделал нас такими, потому что он умер за нас, потому что он воскрес для нашего оправдания. И пускай нам Бог поможет всегда в жизни нашей помнить об этом и жить, как он хочет. Еще одно, что здесь говорится, о чем я хотел бы обратить внимание перед молитвой, жатва есть кончина века. Друзья, какие эмоции переполняет наше сердце, когда мы слышим вот жатва, кончина века, когда мы слышим кончине века. Может, это нашего века, в котором мы живем, или вообще чувствование человечества, или кончина моего жизни. Какие вот эмоции переполняет? Приходит ли радость, что вот придет время, и мы воссияем, как светило написано во время жатвы. Или у нас приходит какой-то страх, или горечь, или мы опять продолжаем с каждым днем жить с благим намерением, что завтра мы станем лучше, завтра мы будем что-то больше делать для Бога, завтра мы больше посвятим времени, но завтра это не в нашей власти. Завтра нам оно не подвластно. Поэтому, друзья, жатва, кончина века. Знаете, вот написано в Иоанна, такое местописание, которое я бы хотел прочитать. 12 глава с 24 стиха. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно упал в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидащий душу в своем мире, с тем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует, иди я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Друзья, это принцип Иисуса Христа. Он не очень популярный в наше время. О нем, может, не так сильно приятно или хорошо говорить, но он говорит о том, что доброе земля, семя, доброе зерно, это не то, которое греется на солнце. Это не то, которое любуется, вот на земле лежит и обогревает его солнце. Но доброе семя, Царство Божие, это человек, который готов умереть, который готов отдать свое «я», который готов посвятить себя всего Богу, который готов выбрать между, возможно, между какой-то карьерой и служением. Он готов правильно сделать решение. Это человек, который готов пожертвовать своим эго, своим комфортом, может, своим здоровьем из-за Иисуса Христа. Это человек, который понимает, что превыше всего Иисус Христос. И если он складывает какие-то планы, но Бог хочет другого, это человек готов перечеркнуть все свои планы и начать по-другому жить, потому что Бог так хочет. Друзья, доброе семя, это семя, которое умирает для того, чтобы принести плод. Когда мы идем к жатве, когда мы идем к кончине нашей жизни, к кончине всего мира, мы понимаем, что мы должны принести плод. Если мы не умрем, если мы не захотим поглазнуть свою греховную природу, умертвить, если мы не захотим жить по-новому, мы не сможем принести плод для Иисуса Христа. Друзья, я не призываю к жизни, чтобы мы оставили и ушли в монастырь. Нет, но мы говорим о том, что каждый день жизни мы имеем какой-то выбор. И что мы выбираем? Когда мы смотрим в Библию, есть много примеров, когда люди разных положений, они по-разному жили. Мне вспоминается Давид, он был пастухом, но он всегда имел сердце служить Богу. У него сердце всегда горело по Богу. И он становится царем, и у него сердце продолжает гореть по Богу. И когда мы читаем Библию, он приходит к концу, он призывает Соломона, и он говорит, Соломон, у меня там много есть богатства. Я хотел построить дом Господу, но мне Бог не разрешил этого сделать. Но идею я этого не оставил. Вот это желание служить Богу я не оставил. Вот там меди, он имеет счета. Вот там золота много. Слушай, у меня Соломон есть свой аккаунт, и вот с него я тоже хочу пожертвовать. Это мечта всей моей жизни была построить дом. Я был на престоле, но я жил, чтобы что-то сделать для своего Господа. Я жил, чтобы имя Бога стало шире, чтобы Бога и Израиля узнали. Когда у него стояли сложные моменты, он одевал ей фото, он приходил, он спрашивал у Бога, он советовался с ним. Вот такой пример он меня вдохновляет. Он вдохновляет нас потому, что если мы живем хорошо, если мы живем в достатке, пускай Бог нам поможет, чтобы его имя было превыше всего. Чтобы вот эта идея пронести все время, чтобы мы готовы были умертвить свое я, чтобы свои какие-то мои амбиции, свои желания, мы готовы были пожертвовать ради Иисуса Христа. Друзья, есть такие примеры, которые Христос говорит, что у него одного человека родила Нива. Он вышел, посмотрел, много зерна пришло, много прибытков, и он говорит, сломаю старые, построю новые, искажу своей душе, ешь, пиваешь, ешь на многие годы, у запаса есть. Но Господь в небо говорит, что ты безумный, в эту ночь твоя жатва, в эту ночь подведу тебе черту, в эту ночь тебе придется давать отчет, и то, что ты насобирал, ты не понял, для чего это все для тебя дано. Друзья, когда мы смотрим даже на жизнь, наших дедушек, наших отцов, они выбирали между, в мистическом мире, они выбирали между служением Богу и комфортом. У них не было хорошей профессии, потому что у них не было возможности учиться. У них был кочегар, шофер, уборщина и сторож. Это максимально, что они могли достичь в этом мире. Их не брали к никому университету, хотя, может, знание было у человека. Они выбирали, они выбирали платить штрафы, они выбирали идти в тюрьмы, потому что они хотели посеять, чтобы вот сегодня я стоял вот здесь. чтобы мы я извиняюсь, служили Богу так в простоте. Они посеяли, они отдали. Я задаю сегодня себе вопрос, а что скажут мои дети обо мне? Скажет ли он, что папа мой, он был готов что-то казаться ради Иисуса Христа, что мой папа или моя мама, они служили Богу всем сердцем, всем душой. Больше того, что скажет Бог, когда я приеду и предстану. Какие слова я услышу от Его. Друзья, мы говорим о жатве, мы говорим о том, что это кончина века. Мы не знаем, когда придет наша жатва. То, что мы добрые семьи, это мы сыны царства, это благодаря Ему, это Его заслуга. Это Его благодать над нами, это нашего ничего нет. Но вот этот период, когда Бог посеял нас и когда придет жатва, мы за это ответственны. И как мы предстанем, какой плод мы принесем нашему Иисусу. Что мы дадим Ему? И что мы услышим вот с Его стороны? Какую оценку поставит Он? Друзья, я бы хотел, чтобы мы шли к молитве. Мы молились Бога, просили у Него мудрости, живя в достатке, живя в благополучии, живя в мире, чтобы нам было, вот нас хватило мудрости распорядиться все возможности, которые нам Бог дает. Чтобы нас хватило мудрости принести плод для Ему. Чтобы нас хватило силы и желание надо себя свою эго сломать, свою природу человеческую поработить, чтобы нас хватило мудрости и желания, чтобы у нас была сила, и чтобы нас, Иисус Христос, был превыше всего. Чтобы мы готовы были жертвовать чем-то ради Иисуса Христа. Чтобы наши дети, после нас, они говорили, что мои родители, они были искренне верующие. Вот родители, я хотел посвящать свою жизнь, как мой папа, как моя мама. Пускай нам Бог по этому поможет. Давайте мы склоним наши колени и помолимся Богу. Аминь. Аминь. Там Христос родился, с тими воплотился, как людина беленьками Боги виховився. Как людина беленьками Боги виховився. Ангели співают, Христа величают, Всім народам цю чудову новину звищают. Всім народам цю чудову новину звищают. Мы так оскиваемо, Христа величаемо, Битма и Рожде нову, хвалуй, честни даймо. Битма и Рожде нову, хвалуй, честни даймо. Слава Иисусу Христу! Христос народився! Мир вам, друзья! Хороший дух, хорошая атмосфера в нашем собрании. Мы уже предчувствуем наше будущее или будущий праздник, праздник Рождества. Но вместе с тем мы живем и вот в эти дни последние проходили и через такой печальный процесс наш дьякон церкви Николай Владимирович Панасюк отошел к Господу. Вчера были похороны. Я хотел бы, как пастор, поблагодарить всю церковь, тех, которые смогли быть и те, которые не смогли, но молитвенно поддерживали, те, кто проходил через этот сезон, такую долину жизни. Семья Панасюк, Сестра Мария, вся ваша семья, все, кто причастны, дети, внуки и родственники. Молимся о вас, соболезнуем, но понимаем, что Иисус родился, вырос, умер, воскрес, и Он и воскресит те, кто умерли во Христе Иисусе. Я хотел бы к вам подойти, если вы желаете что-то сказать к церкви. Слава Богу, дорогие друзья! Благодарю всех, кто молился, кто участвовал в этом. Это быстро очень произошло. Можно сказать, даже незаметно. Он так, как свеча, сгорел. Болезнь очень рано, где-то три месяца-четыре. И эта печень была. И все пришло. Но мы верим Господу. Мы верим, что Его воля исполнилась. Он свою жизнь прожил. Ему будет 73 года. За все благодарю. За похороны, за все, что было. За все ваше участие. Пастора и всех остальных, кто участвовал в этой борьбе. Это была борьба. Но Господь победил. Все. Благодарю вас сердечно за молитву. Ласлави вас, Господь. Мы любим вас. Спасибо. Ласлави вас, Господь. Моя проповедь где-то будет продолжение того, что говорил Алекс. Но давайте откроем текст. Библии. Книга Бытие. 12 глава. Бытие. 12 глава. В Сиэтл-Беттоне у нас есть хорошее обычае носить с собой Библии. Поэтому возьмите их. Бытие. 12 глава. Первых несколько стихов. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, в которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. И будешь ты благословение, и благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним лот пошел. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Итак, мы сегодня об этом тексте попробуем порассуждать. У меня вопрос. Кто из нас в нашей церкви приехал в эту страну за последних 30 лет? Почти все. А кто родился в этой стране? Есть. Аллилуйя. Аллилуйя. Друзья, в прошлом и в этом месяце исполняется 30-летие, как первые славянские эмигранты последней четвертой волны прибыли на эту землю. 30 лет назад. Что такое, или кто такой эмигрант? Эмигрант – это человек, который живет не на своей исторической родине. То есть человек, который родился в одной стране, а живет в другой. Эмигрант. Поэтому, если вы живете сейчас, а родились не здесь, то каждый из таких людей – это эмигрант. Это человек, который живет в другой стране, а не в той, где он родился. Статистика эмиграции, несколько мыслей об этом. Приблизительно 250 миллионов людей сейчас живут не на родине своей. 250 – это целая огромная страна, если бы взять. Мы знаем славянских четыре волны эмиграции за последних 100 лет. Если посмотреть последних 100 лет, то первая волна эмиграции была 1890 год, и она длилась до 1914 года. Это первая волна эмиграции. Это еще до революции. Вторая волна эмиграции была 1914 по 1938. Вторая волна эмиграции. Третья волна. 1939 по 1970. Третья волна эмиграции славян из бывшего тогда Советского Союза. Это как раз самое сильное было движение – убегать от войны и от результата Великой Отечественной войны. И четвертая волна эмиграции славянской было 1989 год, конец 1989 года и до 1000 или 2000 уже 2019 года, то есть 30 лет. Причины. По каким причинам люди уезжали? Если мы посмотрим за этих 30 лет, люди, которые уехали, это где-то 200 тысяч христиан уехало из своей исторической родины. Я имею в виду протестантов. Мы не говорим еще плюс католические христиане, православные христиане. Всего это несколько миллионов. Причины. Первая причина эмиграции – это преследование за веру. Наверное, в большинстве своем или многие уезжали из бывшего Советского Союза по причине гонений, преследований. Многих пастырей, отцов, матерей, христиан судили, казнили, расстреливали, отправляли в Сибирь, откуда они не возвращались. Кто-то возвращался, кто-то нет. Итак, первая причина эмиграции – это преследование за веру. Вторая причина – это экономическая причина. В конце 80-х годов, начало 90-х многие ехали в Америку, потому что там, где жили они, ну, скажем, вот наша семья из Украины, была очень бедна. Бензина нет. Все по купонам, по талонам этим. Денег нет. Как бы они есть, только за них нечего купить. Дают там какую-то сумму. Вот туда приходишь, буханка хлеба почти миллион стоит этих, как они там тогда звались, купонов или тех денег. Поэтому одна из причин – это экономическая. Люди ехали на Запад, в Европу или в Америку, чтобы лучше жить. Третья причина – это воссоединение с родственниками. Наверное, некоторые из нас, большой процент, это те, которые приехали, потому что ваши родственники уже жили здесь. Вот я лично приехал по третьей причине. Мои папа, мама жили здесь, и я тоже эмигрировал, чтобы жить вместе с семьей. И некоторые – это миссионерское призвание. Я не буду спрашивать, сколько из вас приехали сюда, чтобы здесь открывать церковь или миссию, или какое-то призвание Бог вам сюда, скажем, в Украине, России, сказал, «Едь в Америку, посылаю тебя». Не знаю, есть ли есть такие. Но некоторые приехали в Америку даже по этой причине. Итак, четыре причины эмиграции. И вот возвращаемся мы в наш текст. Мы начали с того, что мы прочитали текст о двух отцах. И два этих отца были два эмигранта. Они тоже родились в одной земле, а всю свою сознательную жизнь прожили в другой. Авраам родился и какое-то время жил в Уре Халдейском. И Лот, племянник его, тоже родился и прожил какое-то время в Уре Халдейском. Но потом, во взрослом возрасте, Бог повел Авраама в другую землю, куда он, пойдя, никогда больше не возвратился на свою историческую родину. И вот два отца, две семьи. У одного и другого есть жена. У одного и другого будут дети. Они уйдут из Ура Халдейского, чтобы никогда не возвратиться. Но один и другой проживут свою жизнь. И они по-разному будут приходить в свою старость. Вот то, о чем Александр говорил. Есть посевы, а есть жатва. Давайте сегодня поговорим о Аврааме, что он сеял и что в конце пожал Авраам. Тоже эмигрант. И Лот тоже сеял и тоже пожал. Два эмигранта, две семьи, два отца. Так по-разному проживут в эмиграции свою жизнь. И так по-разному будут ее заканчивать. Я хотел бы, друзья, сегодня вот такими мыслями поделиться себе, потому что я тоже отец, я тоже эмигрант. Вот я часто задаю себе вопрос. На кого будет похожа моя? На кого будет похожа твоя семья? Мы будем похожи на Авраама? Или мы будем похожи на Лота? Давайте об этом подумаем. Код заканчивается. Тридцатилетний рубеж эмигранции нашей или эмигрантов наших подходит к концу. В следующем году пойдет тридцать первый год эмиграции. У меня вопрос главы, семей, отцы. Как мы, которые переехали во взрослом возрасте в эту страну, как мы живем? Мы на Авраама или на Лота более похожи? Только не подумайте, что я сегодня хочу одного возвысить или другого унизить. Нет. Я хочу просто проанализировать поступки одного и другого и понять, что есть законы сеяния. И нельзя сеять, не жав. Обязательно, что сеем, будем жать. Итак, мы читали первый текст, 12 глава. Авраам уходит. И написано, что пошел Авраам, как сказал ему Господь. Это четвертый стих. Авраам уходит. Когда мы читаем дальше этот текст, мы дойдем до 13 главы. И вот написано дальше. И поднялся Авраам с Египта, сами жена его, все, что у него было, и лот с ним на юг. И был Авраам богат скотом, серебром и золотом. То есть иммиграция не сделала его нищим. Он в иммиграции стал еще более богатым. И богатым настолько, что уже не вмещалось вот это богатство там, где он жил. И написано. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. И у лота, который ходил с Авраамом, тоже был мелкий, крупный скот и шатры. И не поместительна была земля для них, чтобы жить вместе. Ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. Хочу сказать несколько мыслей. В этом тексте показано, что два этих человека богаты. Здесь хочу подметить, друзья, богатство ни в Ветхом, ни в Новом Завете никогда не называется грехом. Богатство не есть грех. Мы славяне, мы привыкли как-то думать, что если человек богат, значит он грешник. А почему? Потому что мы жили в культуре, в системе, где нельзя было быть праведником и быть богатым. В той системе, в той структуре, чтобы стать богатым, нужно было быть нарушителем закона или какие-то наверху там в правительстве связи иметь, или давать коррупции взятки. То есть жить коррумпированной жизнью. Когда-то, когда я еще служил в церкви в Киеве, нам покаялся один бизнесмен. И он говорит, Василий, в нашей стране это было годы назад, слава Богу, надеюсь, что там уже все поменялось. Но в то время, в 90-е годы, этот бизнесмен говорит, Василий, в нашей стране невозможно вести честный бизнес. Я заработал 100 долларов, а налог мне пришлось платить 105 долларов. Подумай, как мне честно вести бизнес? Мне нужно тогда как-то обходить законы. И вот в такой системе мы привыкли жить тогда. И если мы говорили, человек богатый, сразу у нас красный свет. Богатый, значит, грешник, значит, законы обходит. Но, друзья, Бог нам позволил жить в Америке, где все по-другому построено. И я не говорю, что все богатые люди это честные, но я вот наблюдая чуть-чуть о нашей ситуации здесь могу сказать, что здесь более порядочно можно вести бизнес и честно зарабатывать деньги. Поэтому, если ты смотришь на богатого человека, не думай, что он грешник. Пойми, что Библия ни в Ветхом, ни в Новом Завете, повторю эту мысль, не осуждает богатство. Библия осуждает любовь к богатству. Библия осуждает не деньги, а среблолюбие. Когда я не просто держу доллар, а когда я этот доллар или сто, или тысячу люблю уже. Библия не против машин, не против домов. Все это должно быть ресурсом, инструментом, а не целью. Не должно к нему прилепиться мое сердце. Так вот, если сердце прилепляется, это грех. А если у меня есть деньги, я ими, ну как бы, не живу, они мною не руководят, я ими руковожу. Это не грех. Поэтому, если кто-то богаче, чем я, то не думай, что он грешнее. Просто благодари Бога и скажи, Господи, и в Ветхом, и в Новом Завете мы находим людей богатых и в тот же самый момент благочестивых. Ну, к примеру, Авраам или Ной. Ной был богатый человек. Чтобы построить такой корабль, как он построил, даже сейчас одна компания или один человек не может себе это позволить. А Ной это позволил одной семьей. Если, когда мы смотрим дальше, вот, к примеру, Иов, он был благочестивый и в тот же самый момент богатый. Когда мы смотрим женщина по имени Лидия, которая была бизнесвумен в Новом Завете, это не было бедная, но она была благочестивой. Поэтому не в богатстве грех, или лучше скажу, в богатстве не всегда может быть греховность. Богатство может быть результат греховности, но иногда богатство может быть результат благословения Божьего. Итак, первое, что здесь хочу подметить. Если мы видим, год заканчивается, и Бог тебя благословил в бизнесе, в учебе, в работе, дал тебе больше, чем тебе надо, то я, как пастор, тебя благословляю. И хотел бы призвать всю церковь, если вы видите людей успешных, которые год назад ездили на какой-то там старенькой, уже новую машину, продали какой-то апартмент, купили хороший дом, благословляйте таких людей, благословляйте. И мы, как христиане, благословляем людей, которым Бог дает успех в деле вашего бизнеса и ваших рук. Благослови вас, Господь. Но, смотрите, что дальше происходит. Написано, и был спор между пастухами скота Авраамова и пастухами скота Лотова. Иногда богатство вызывает зависть, конфликты, споры, начинаются конфликты между родственниками. И дальше делает Авраам такую инициативу. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между нами и пастухами моими, пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою, отделись от меня. Если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водой, как сад Господен, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Итак, несколько мыслей хочу здесь оставить. Первое. Богатство не грех. Второе. Лот в этом конфликте, когда у него увеличилась богатство, ему пришлось выбирать. Лот начинает руководствоваться логикой. Вот если я сделаю его так, мне будет вот так. И что он делает? Он посмотрел с высоты, с горы на долину. А там столько, может быть, водичка, травичка, там столько зелени. Там написано, как сад Эдемский, то есть как рай. И он посмотрел, вот если я свои эти несколько тысяч овец туда приведу, там точно будет успех. И он даже не помолился, не попастился, не спросил у Бога, не посоветовался с умными, не взвесил все. Он не спросил у небес, он не спросил у Творца. Двинулся, просто руководствоваться, руководствуясь логикой. И когда мы смотрим, к чему приводят его, казалось бы, логические шаги, приводят к тому, что сначала он так, как и планировал, все получается. Овцы растут, он их продает, стрижет и продает эту шерсть, продает мясо. Овцы рождают много других овец. Он становится еще богаче. Потом он становится один из судей в городе Содоме. Его престол уже стоит возле ворот. Мы находим его популярным, знатным человеком. Он становится в несколько раз богаче. Но придет один момент. И он потеряет все. Потеряет семью. Потеряет богатство. Потеряет овец. Потеряет золото. Потеряет дворцы свои. Трон свой. Славу свою. Популярность. Все будет разрушено. Что происходит с человеком, который оставляет Бога в эмиграции и начинает руководствоваться только логикой и только соображениями, опираясь только на опыт свой. Да у меня опыт. Я уже так делал. Получилось. Третий раз. Получилось. А что, если десятый раз это не воля Божья? И Бог не благословит и не получится. У меня вопрос, братья и сестры, к нам. Мы прожили в эмиграции 30 лет. Мы руководствуемся опытом, знаниями, эджукейшеном, дипломами. Мы руководствуемся как бы предвидением только. Или мы советуемся с Богом и говорим, Господи, в этой стране, в эту страну я приехал с двумя чемоданами. Может быть, в Украине меня что-то было, а может, у тебя и того не было, ни мотоцикла, ни машины, ни дома. И ты приехал сюда. Помни, давай вспомни, 10, 20, 30 лет. Кем был тогда ты, когда приехал в эту страну? Бог тебе и мне в этой стране дал благословение. Вот я смотрю на нас. Бог нас благословил всем. Так и хочется с колен не вставая благодарить Его за все, что дано. Хочется понимать, что все это с Его руки. Если Бог тебя благословил. У нас всех есть искушение сказать. Если я был никем, и вот теперь у меня домик, у меня машина, у меня бизнес, у меня все. Я уже как-то смогу. Я уже разобрался в этой структуре. В этой системе, скажем, капиталистическом. Я знаю, сюда вложил. У меня деньги в том банке и в том. И я стакс купил. И еще куда-то. И третье. У меня, как бы так и хочется сказать, на многие годы душа ешь, пей, веселись. Но, друзья мои, люди, которые руководствуются в эмиграции только логикой, приходят рано или поздно к тому, чему пришел Лот. И у меня вопрос к нам. Год заканчивается. Чем руководствовался и руководствуешься ты? Авраам. Авраам поднимает глаза свои, и он как бы говорит, что по логике вещей, или давайте я скажу так, по праву старшего Авраам должен был выбирать. И то, что он выберет, это должно было быть ему. А меньший племянник – то, что осталось. Но смотрите, чем руководствуется Авраам. Авраам тоже эмигрант. Но он руководствуется другими принципами. Он говорит, племянник, выбери ты. Если ты пойдешь направо, я пойду налево. Если ты налево, я пойду направо. Авраам, как бы не говоря, говорит, что? Что если я останусь с Богом, я опозоренным не буду. Худшее с Богом все равно лучшее, чем лучшее без Бога. Еще раз скажу эту мысль. Худшее, что мне осталось, но если Бог на него благословение свое пошлет, это будет лучшим. Чем я изберу лучшее, но если его Бог не благословит. Друзья, очень важно, чтобы Бог благоволил тому, что мы выбираем. Очень важно просить Господи, благослови меня, не потому, что у меня диплом есть, не потому, что у меня хороший опыт. Господи, мне нужно принять решение, благослови это решение и подскажи, чтобы я избрал именно то, что ты желаешь. Если ты хочешь повезти меня на эту долину зеленую, скажи, я пойду. Если ты хочешь благословить меня этой пустыней, где ничего не растет. Но я помню, когда я еще был в Уре-Халдейском, ты мне сказал, если, Авраам, ты пойдешь, ты не будешь бедным, ты не будешь нищим. Я прокормлю тебя, я благословлю, я размножу тебя, как звезд на небе и как песку на берегу морском. Ты будешь славой, а не позором. Авраам все это время помнил слова Бога. И он понимал, что лучше с Богом в пустыне Бог как-то позаботится, Бог как-то выйдет навстречу, но с Богом, Авраам знал, с Богом не опозоришься. Друзья, мы в эмиграции. Я время от времени задаю этот вопрос. На кого сейчас надеемся мы? Знаете, легче на Бога надеяться, когда у тебя ничего нет, велосипеда нет, ты арендуешь какую-то квартиру, что заработал, за квартиру отдал. Я жил несколько лет в арендованной квартире в Киеве. Что я получал в месяц, то забирало квартиры. Мне оставалось каких-то 20 долларов на жизнь. Когда у тебя ничего нет, а что остается делать? Приходишь домой, склонил колени, Господи, про кормы. Инчуринца нет, дома нет, денег нет. Господи! И я, когда смотрю на страны третьего мира, и иногда мне приходится там бывать, им легче вериться, им легче молиться, потому что они понимают, что завтра в холодильник пустой, Господи! как глаза слуги на руки Господина, так и мы смотрим на тебя. Но стоит этих людей, стоит нас в том числе, привезти в богатую страну, позволить 20-30 лет прожить, когда у тебя запаркованный красивый Мерседес, красивый дом, там Лексус, БМВ, у тебя все есть, все украшено гирляндами, холодильник полный, на аккаунте у тебя много денег, так и хочется сказать, ну, как бы, уже все, вот и все есть уже. И как-то склоняешься на колени молиться, и думаешь, Господи, инчуринс у меня есть. Один диакон мне говорил, один диакон церкви говорит, стою на колени и говорю, Господи, хлеба у меня намного есть, у меня несколько выплаченных домов, и он, и жена работают в сфере медицины, и как бы, Господи, образование у меня, у жены, ну, все есть. И говорю, Господи, благослови, я сам задаю этот вопрос, а если не благословишь? Ну, все равно уже все есть. То есть верить Богу, когда у тебя все есть, намного сложнее, нежели верить Богу, когда у тебя ничего нет. Итак, Авраам, имея все, он все равно остается верным, и говорит, Боже, пускай лот выберет лучшее, а я останусь даже с худшим, но в худшее, если придет Бог, я все равно буду благословен. Проходит время. Лот живет своей жизнью, Авраам живет своей жизнью. Я не буду всю эту историю перечитывать, давайте я чуть сокращу ее, да. Приходит какое-то время, Бог приносит суды над Содомой, над Гаморой, над другими городами. И вот приходит этот суд Божий, приходят ангелы, они упрашивают лота покинуть это нечестивое место, но лот, лота мы уже находим не в долине, лота мы находим в Содоме, он возле ворот. Возле ворот сидели только самые видные люди. Но это по-нашему, это Олимпия, это Сенат, это самые видные люди местности или города. Итак, лот богатый, лот видный, лот у ворот, к лоту приходят за советом, но в тот же самый момент в лотовой семье не все так порядочно и не все так красиво и гладко. Ангелы приходят к нему и говорят, в эту ночь этот город будет уничтожен. Лот собирает своих детей, дети позвали своих женихов, с которыми вот-вот должны были пожениться, а зятья приходят и говорят, а что ты говоришь? Написано там, что им было смешно. А о каких судах ты говоришь? Да мы уже это слышали, да пойми, уже сколько царей сюда приходили, все нормально будет, не первый раз, не пугай нас. О чем ты говоришь? О каких кризисах? О каком книге откровений? О чем ты говоришь? Все будет хорошо. У нас сильная армия, у нас сильная экономика, наше богатство растет. Лот, о чем ты говоришь? Им было смешно. Лот не может убедить взятей будущих, хотя бы пробует убедить дочерей. И вот Лот, дочери и жена убегают. Вы знаете историю, она, жена, оборачивается назад, и она становится соляным столбом. И меня в этой истории больше хотелось бы зацепить или коснуться именно детей. Они убегают с папой, они прячутся в какой-то пещере, проживут несколько дней или недель в этой пещере, и в них, в дочерях, проявится то, что было внутри их сердца. Когда мы читаем эту историю, 19 глава книги «Бытие», смотрите, как написано. Это будет с 31 стиха. «И сказала старшая младшей, «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли». И заканчивается этот текст. «И родила старшая сына, и нарекла ему имя Муав, он отец Муавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен Ами, он отец Аммонитян до ныне». Смотрите, вот дочери. Первое поколение эмигрантов в новой стране. Первое поколение, которое родится от Лота, они побыли какое-то время вне цивилизации, и в них в сердце начинает проявляться то, что было. И они напоили отца алкоголем, они спали с этим отцом, и от него, совершив этот грех кровосмешания, они рождают целые два народа. Вот что проявилось в сердце этих девочек. Я не знаю, имел ли Лот время для этих детей, беседовал ли с ними, или он больше сидел у ворот, и ему не было времени до своих дочерей. Я не знаю, чем занималась мама. Друзья, я сейчас не хочу упрекнуть ни Лота, ни его жену. Мы даже жены это имя не знаем, но я задаю вопрос. Что-то упустили родители, что первое поколение иммигрантов отступает от Бога и делает аморальный грех. Да, Лот богатый был. Да, у него было все, и слава, и почет, и возле ворот, и стада много. Но какую ценою? Было время посева, а пришло время жатвы. И когда пришла жатва, потерял стада, потерял золото, потерял колесницы, потерял дома. Самое страшное, потерял жену и потерял детей. Друзья, я к нам. Я прежде всего к себе. У меня тоже дочери. И я часто задаю себе вопрос, и с личкой моей мы об этом говорим. Вот как наставить детей в этой стране, в эмиграции, чтобы будем мы жить или нет. Чтобы наши девочки вышли замуж не за таких мальчиков, как чуть было не вышли лотовы дочери, для которых слово ангела и посланника небесного было смешным. Что за рассказываешь смешные истории? Да какие суды? Да какой Бог? Да какое там наказание и суд огнем? Да не будет этого. Для них смешной. Я задаю себе вопрос, как воспитать мне, я тоже эмигрант, как воспитать в этой стране дочерей, чтобы Бога знали, чтобы свято жили. Есть папа или нет? Чтобы они знали, вот это можно, а вот это нельзя. И у меня вопрос ко всем нам. Папы, я задаю, как папа сейчас, даже не как пастор, как папа, как отец отца. Мы нашим детям только стада, да мы и деньги передадим, или мы нашим детям вложим то, что Авраам вложил в своей семье. Если мы детям только думаем садом передать, богатство, стада, почет, и может, лот, ты умрешь, а твои дочери или зятья сядут на эти троны, кому это надо? Если дети первом поколении оставляют страх Господен и уже не хотят ходить путями Господними. Давайте посмотрим на вторую семью. Авраам. Авраам по-другому. Я не буду всю эту историю, но у Авраама рождаются дети. Вот меня интересует именно сын обетования. Это как его имя? Помогите мне. Исаак. Исаак. Когда мы будем читать жизнь этого Исаака, это был человек веры, это был человек Божий. Когда он женился, он выходил в поле и молился. И он молился до тех пор, покуда раб не привел ему ту, которая была Богом данная. Посмотрите, сколько времени Авраам будет проводить с этим Исааком. Исаак, когда вы будете читать, это сын Авраама. Куда Исаак, сын, не придет, он будет точно как папа везде строить жертвенники. Почему? Потому что дети копируют то, что делают отцы. Особенно мальчики делают то, что делал папа. Куда придет Исаак, мы строим Исаак, построил жертвенник. Исаак, так и хочется сказать, Исаак, где ты научился? Промотай несколько листов Библии, и ты найдешь, это делал папа, отец Авраам. Посмотрите, второе, или скажем, поколение, да, это уже Авраам, второе поколение, Исаак, третье поколение Иаков. Что он просит у Бога, у ангела? Он не говорит, дай мне богатство, дай мне стада, он не это просит, он ухватился и говорит, что? Благослови меня, дай мне благословение твое. И посмотрите, меня больше всего удивляет четвертое поколение. Книга Бытие, 39 глава. Это уже история из жизни Иосифа. К Иосифу, это четвертое уже поколение, приходит одна красивая женщина, и предлагает ему иметь сексуальные интимные отношения с нею. И он говорит, нет больше меня в доме сём. И он, то есть твой хозяин, твой муж, не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему, как же сделаю я себе великое зло и согрешу пред тобою? Когда же она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушал её, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошёл в дом делать дело своё и никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду и сказала, ложись со мною. Но он оставил свою одежду в руках её и побежал и выбежал вон. Друзья, вот когда я смотрю на всё это, там Лота, первое поколение, впадает в аморальный грех. У Авраама четвёртое поколение, это уже правнук, или как оно, да, это сын, это внук, это правнук, правнук. И он говорит, как я согрешу перед Богом? Этот Иосиф настолько чист, настолько святый. Я задаю вопрос, кто сделал тебя, Иосиф, таким, что ты так боишься Бога? Кто повлиял на тебя? Кто влиял на твоё сердце? Если промотать листы Библии назад, промотать плёнку назад, мы дойдём до Авраама, который руководствовался эмиграцией, не логикой, а страхом Божьим и упованием на Бога Небесного. Итак, Лот и Авраам. Один эмигрант и другой эмигрант. Один рождает в эмиграции детей, поднимает семью, и другой. У одного в первом поколении дети оставляют Бога и уходят в мир. У другого в четвёртом поколении дети остаются верующими. Я сегодня задаю себе вопрос. Наверное, хочу его озвучить для всех нас. Братья и сёстры, на кого наши дети будут похожи? Сделали ли мы всё, чтобы сказать, Господи, я не могу управлять будущим, я не могу знать завтрашний день, но сегодня я хочу иметь с тобой такие отношения, как Авраам имел. Я не хочу побежать только за богатством, почётом, славой, за этой зелёной долиной, за Содомом, за престолом и за славой возле ворот. Я не хочу этого. Я хочу, если ты дал мне сыновей и дочерей, найти время, чтобы рассказать им о Боге. Буквально на 2-3 минутки отвлекусь. Когда мы читаем книгу Иисуса Навина, написано, поднялся новый род, который не знал Господа и славы Его. Когда Иисус Навин завоёвал землю, это было поколение, которое видело Божьи чудеса. Когда Иисус Навин умер, ещё было какое-то несколько лет, когда знало поколение при Иисусе Навине те чудеса, которые были тогда. А потом поднялся новый род. Папы, не знаю, в силу каких причин, не рассказали детям. Отцы не взяли сына и не сказали, давай поедем к Иордану. Вот я был когда-то мальчиком, я помню, Иисус Навин здесь стоял, он подошёл к воде, священники вошли в воду, река Иордана остановилась. Сынок, вот там, над ней Иордана лежат камни. Сильные мужчины занесли их и положили, как жертвенник там. А вот эти камни на берегу, сынок, я был маленьким, я видел, как из дна Иордана. Когда Иордан остановился, эти камни положили сюда. Сынок, я скоро умру, но помни, что эти камни это результат Божьих чудес и силы Божьей, которая была с нами. Никогда, сынок, не прилипляйся к идолам, Ваалам и Астартам. Бог, которому мы служим, это Бог небес, живой Бог. Но родители этого не сделали. Не сделали. Может быть, сильно много имели виноградников, полей, имущества. Знаете, когда иммигранты, они были в Египте, когда они были в Египте, а тут пришли в свою обетованную землю, они же тоже иммигранты, на своей земле иммигранты, да? И вдруг все можно, уже только не ленись, давай, работай. И настолько увлеклись земным и материальным, что забыли о детях. И пришло короткое время. Пришли моавитяне, аммонитяне, жители Горис и Ира, окружили Израиля и забрали эти дома и эти стада, и это серебро, и детей увели в плен. Первый раз там вроде на 7 лет, потом на 18 лет. Друзья, все это история, все это учителя, образы для нас, чтобы мы знали, как в эмиграции здесь, в этой богатой стране, где можно очень много иметь. Главное не лениться. Как остаться трудолюбивым, но как при этом трудолюбии не потерять детей, не потерять внуков. последних несколько мыслей. Повторю, дети Лота при жизни отца отступают от Бога. Дети Авраама в четвертом поколении служат Богу. И у меня вопрос ко всем нам. На кого будут похожи наши дети? Последняя мысль. Жена или роль жены в семье. Если в предыдущем мы говорили роль папы, Авраама и Лота, то сейчас я хотел бы коснуться роль жены. Буквально 3-5 минут и мы молимся. Смотрите, Сара. Сара никогда, прочитав всю ее историю, никогда Сара не упрекала мужа за деньги. Никогда. Никогда ему не говорила вот бы еще чуть побогаче. Никогда они оставляют Урхалдейский родину. Это очень богатый тогда был город. В то время вот мне приходилось читать историю о Уре Халдейском. Там жили самые богатые люди того времени. Там были сейчас раскопки ведут, что там были дома, где могло в одно и то же время жить около ста человек семьи. Там были бассейны, это целые дворцы. И вот эта госпожа, жена Авраамова, она покидает это все, богатство, слуги, бассейны, дворец, и уходит в шалаше, в пустыню. И ни разу своего мужа не упрекнула, что я оставила лучшие условия и поменяла лучшие на худшие условия. Ни разу Сара не упрекнула Авраама, ни разу не сказала, зачем ты вывел меня сюда, что это за жизнь, я там жила лучше, а здесь как бы хуже. Нет, она понимала, если у меня Авраам и слышит голос Божий и знает, куда идет, я пойду за ним, я буду поддерживать его руки, а не бить по этим рукам. у меня вопрос, сестры, к вам. Вы как Сара или как жена Лота? Простите. Когда мы смотрим на жену Лота, показано, что эта женщина сильно любила материальное. Она любила деньги, она любила это богатство. Понятно, что они мозулем своим заработали это. И вот ангел идет впереди и говорит, идем, спешим, спешим, вот туда, вот на эту гору. А она вместо того, чтобы идти туда, где ее спасение, она оборачивается туда, где суд Божий. И написано, как только она обернулась к этому материальному, земному, она становится соляным столбом. Сестры, я хотел бы пожелать всем нам, всем нам, я это говорю моей жене и говорю, сестры, всем вам, поддерживайте руки ваших мужей. Говорите, муж, лучше мы будем чуть, чуть даже если беднее, хотя с Богом мы бедными не станем, но если даже, я хочу, чтобы ты был Авраамом. Я хочу, чтобы мы и семья наша не пришла к тому, к чему пришла семья Лота. Пускай будет чуть не так, но зато мы и дети тесные отношения с Богом имеем, нежели мы привяжемся к Содому и Гаморе, а потом, а потом дети уходят в мир, становятся атеистами, безбожниками, не дай Господь Бог. Итак, друзья, есть посел и есть жатва. Авраам сеял одно, Лот сеял другое. Пришло время и пришлось жать Аврааму и пришлось жать Лоту. Что будем жать мы? Я молюсь обо мне, о моей семье, чтобы Бог мне помог жать хорошую жатву, чтобы Бог благословил кошелек, благословил здоровье, служение, финансы, еду, все, что было благословенно. Но самое главное, хочется в канун 30-летия юбилея эмиграции сказать, Господи, если продлишь дни и будем еще 30 лет проживем и будем праздновать 60-летие эмиграции, хочу знать, что уже выросли мои дочери, будут зятья, будут внуки, что ни первое, ни второе, ни четвертое поколение тебя в этой стране не оставит. Но для этого нужно что-то делать нам, а что-то сделает за нас или вместе с нами Господь. Итак, друзья, мы об этом сейчас будем молиться. Давайте мы склонимся и попросим каждый о себе, о своей семье, мужчины, о нас, сестры, каждый о себе. Скажи, я хочу быть похожа на Сару, я не хочу повторить ошибки Лота, мы не хотим, чтобы наши семьи пришли к аморальности, к наркотикам, к алкоголю, к атеизму, мы не хотим этого, мы хотим, чтобы первое, второе, третье, четвертое поколение до тех пор, докуда Бог не придет за церковью, чтобы славяне, эмигранты в Америке держались Евангелие и путей Господних. Молимся. Подходите сюда немножко выше, дам микрофон, вы расскажите, как вас зовут, откуда вы, и мы помолимся вместе с вами. Приветствую, дорогая церковь, меня зовут Руслан, это моя супруга Павлина и наш Исайя, наш первенец. мы пожелали стать членами этой церкви, так как мы видим, что это живая церковь, здесь есть Дух Божий и здесь самое главное есть Дух молитвы, поэтому наше желание присоединиться и стать частью этой церкви. Слава Богу, мы с ними беседовали, у них есть желание трудиться, вот, они в миссионерстве в таком направлении трудились и трудятся, поэтому мы хотим вместе объединять наши силы в служении для Господа, друзья, поэтому давайте мы сейчас помолимся за них и пусть Господь благословит их семью как бы в нашей церкви, чтобы им было комфортно, чтобы им было хорошо, чтобы они, чтобы мы для них были благословением и чтобы они были благословением для нашей поместной церковной семьи. Давайте мы поднимемся, друзья. Редактор субтитров А.Семкин